Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Добрый день, уже теперь смело можно говорить. Да. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Все те, кто на той стороне эфира, доброго вам дня, несмотря на то, что понедельник, уже втягивайтесь в рабочую неделю. И мы немного еще продолжим тему о бродячих животных, потому что на тех словах, на которых мы ушли на перерыв, собственно говоря, бешенство, вот оно рядом с нами. Те, кто хочет впечатлиться ВКонтакте, да, у Натальи Махневой, посмотрите, выложен фильм «Человека, который болен», и потом его вскрытие. То, что делает бешенство с людьми, чтобы вы в достаточной степени испугались и поняли, что бродячее животное, не надо плакать рядом, надо что-то делать. И давайте, вот у нас был опрос. Да, давайте в наш координат еще раз вычим. 708-502. 708-502, да. Для смс 8-909-720-101-0, а также писать можно в наш аккаунт в Твиттере, вызван-43. И опрос наш сайта хакирова.ру, и наша группа ВКонтакте, именно там вы его найдете. Устройством бродячих животных должны заниматься. Четыре варианта ответа. Власти. Второй – специализированные профильные организации. Третий вариант – неравнодушные граждане и четвертые – бывшие владельцы. Вот уже скоро будем подводить итоги. Ну что ж, давайте перейдем. У нас оказался еще один очень острый вопрос. Наталья, мы с вами говорили о позициях, предусмотренных законодательством, связанных с отловом и содержанием, с передяжкой животных. И вот там есть один очень интересный пункт. Он говорит об усыплении невостребованных животных. Усыпление производится ядом. Это яд. Ну да, это запрещенные препараты, как бы списочные. И, в принципе, они должны быть под очень серьезным контролем. Там и сейфы должны быть, и разрешение на все это хозяйство. Так что это очень серьезное все. Эти препараты опасны как для людей, как для собак и кошек, так же и для людей. Конечно, это убийственное дело. Вот усыпить можно кого и... То есть особый допуск должен быть, кстати. Конечно. Так вот, на сегодняшний день у меня возник вопрос. Давайте озвучим фамилию человека, который зарегистрировал вот это предприятие, которое называется Ассоциация служебного собаководства. Давайте так. Вот коли эта организация получила, выиграла, да, или получила контракт и заключила... Нет, вне конкурса. Ну, потому что не было желающих. Не было желающих, да. И вот... Вот мне очень интересно знать. Муниципалитет своей волей заключила. Мне очень интересно знать. Для того, чтобы получить вот эти препараты для гуманного усыпления животных, нужны сейфы, нужно специальное оборудование, нужно специально обученный человек, чтобы это делали? Конечно, конечно, безусловно. Как вы думаете, у этого предприятия Ассоциации служебного собаководства может быть нечто подобное? Это должно быть под контролем. Все-таки эти администрации города. То есть за каждым уколом они будут в администрацию ходить или куда? Не знаю. Не знаете. Вот для меня это тоже очень серьезный вопрос. Потому что давайте я вам скажу, что человек, который организовал эту Ассоциацию, он не имеет права садиться за руль. По определенным медицинским показателям. То есть стрелять можно, усыплять можно, водить машину нельзя. Очень большой вопрос. Скажите, как получилось так? Вопрос не к Наталье, не к Владимиру. Что было за историю? Вопрос по весу в воздухе. Я так подозреваю, что на данном этапе городская администрация просто не смогла никого найти для того, чтобы вот это. Это вот найти людей, которые будут заниматься отловом. Я понимаю, что в безвыходном состоянии, но это, по-моему, тоже был не выход. Я считаю, что вот это надо проверять и перепроверять. Потому что многие сейчас находятся в опасности, я так подозреваю. Ну как соблюдать условия утилизации животных? То есть ты должен получить медицинские препараты, которыми... В спецавтохозяйстве было все отложено. Да. Все отложено. Там был ловец профессиональный. Конечно. Там был медицинский работник, ветеринар. Конечно, безусловно. С ветеринарным пунктом небольшим, да. То есть Нина Борисовна, ее знают очень многие. Это был добрый человек, который... Почему был? Она и есть. Которая сообщала, допустим, явно породистые животные. Забирали собак, да. У них частенько забирали собак совершенно спокойно. После осмотра всего остального, как бы они звонили и говорили, вот такие собаки. Предложительные хозяйские. Вот поймали чау, английского бульдога. Да, хозяйских собак. Да, хозяйских собак. То есть вас ставили в известность. И я помню, что даже когда у меня украли собаку, вот вы мне очень быстро позвонили и сказали, вот это вот твоя собака. Буквально в течение одного дня мне шнура нашли. Вот так вот ситуация. Я считаю, что она совершенно непредсказуемая на данном этапе. Никаким отловом и утилизацией животных не должны заниматься все-таки общественные организации. Должны заниматься государственной структурой, которая под контролем. Которая под контролем, да, все-таки. Нет, у человека должны быть определенные допуски к тому, что он производит, я имею в виду, в частности, усыпление животных. Это убийство. Это в руках у людей яд. Вот давайте перейдем сейчас к нашему опросу. Потому что тема, как выяснилось, она делается все страшнее и так далее. И несмотря на бодрое сообщение, что нашлась организация, которая будет заниматься отловом животных, животных у нас очень большой вопрос. Та ли это организация, которой возможно заниматься отловом. Итак, устройством бродячих животных должно заниматься. По мнению наших слушателей, большинство высказалось за вариант ответа специализированные профильные организации. Ровно половина ответов. Специализированные профильные организации. Ну, мне все-таки кажется, что под развернутым этим словосочетанием профильные, да, специализированные профильные организации, это все-таки имеется в виду некие учреждения, имеющие отношение к муниципалитетам. Это не частные клиники. Это не какие-то частные ассоциации. Мне кажется, что это, собственно говоря, вот этим должны заниматься власти. Потому что принять на работу человека, имеющего право работать с ядами, все-таки это должен быть профессионал. Вариант власти у нас на втором месте 23 с небольшим процентом. Власти именно должны заниматься этим вопросом. У меня картинка нарисовалась, что каждый чиновник должен приютить такое-то количество бездомных собак или кошек, или за свой счет содержать приют. Вы знаете, с самого начала, когда мы начинали бороться за приют, я всем напомню, совершенно четко было произнесено городской администрацией. Половину расходов на содержание приюта и так далее берет на себя организации, в частности, по кормлению, по вывозу мусора, по снабжению водой и электроэнергией. Городская администрация брала обязательства, и если поднять мои старые статьи, я даже могу сказать, в какой день это было произнесено и кем это было сказано при публичной пресс-конференции. То есть городские власти самоустранились, а теперь, я так понимаю, что очень сложный вопрос отдан на исполнение, давайте я скажу, мягко дилетантов. Я думаю, что это правильно. За ответственность далее по вопросу. За ответственность самих владельцев за бездомных животных проголосовало у нас почти 15% слушателей. Ну а как вы их заставите? Если человек уже выгнал свое животное на улицу, как же вы его принудите отвечать за то, что бегает на улице, голодает и кусает? Для этого нужна система идентификации животного, понятную, регистрация идентификации, и конкретно владелец, который отвечает за это животное. Правильно? Паспорт. Какой там должен быть, да? Чип, чипирование. Чипирование. Паспорт можно нарисовать любой. То есть в любом случае мы выходим, возвращаемся на круги своя и говорим, что это все-таки административный ресурс должен быть использован. И еще я хочу, завершая вот эту тему на сейчас, я еще хочу обратиться к правоохранительным органам. Господа, я надеюсь, что многие из вас или некоторые из вас слышали о том, что приют, не приют, ассоциация, которая исполняет, да, уже то, на что заключил контракт, порядка полутора миллионов рублей, они требуют с людей, собственника собак, они требуют деньги, плюс какие-то фотографии, плюс какие-то жуткие доказательства, которых у людей нет. Вот потеряйся у меня собака, да? Непонятно на основании чего. На основании вообще чего. То есть люди пришли, а они взяли и внедрили свои собственные правила. И все правила направлены для одного. Скачать с людей, потерявших своих собак, желающих взять собак, получить деньги. И больше ничего. То есть я говорю, там не было любви никогда, там была только жажда. По крайней мере, иного мы пока не видим. И не слышим. Ну что ж, давайте вот с животными, с бродячими. Мы не то чтобы разобрались, но поставили огромное количество вопросов и обратились и к правоохранителям, и к администрации уже за совершенно четкой помощью и за разъяснением ситуации. Спасибо, Наталья Павловна. Напоминаем, что у нас в гости сегодня была председатель управления Кировской области, общественной организации защиты животных зоокоролевства. Вопросов было спорных очень много. И сейчас мы переходим к другой теме. Мы обозначим ее так. Один из крупных перевозчиков может уйти с Кировского рынка. Мы сегодня будем, второй час мы будем говорить об автобусах. Об автобусах, конкретной ситуации. И если у Натальи Павловны есть время с нами посидеть в студии, она может никуда не деваться. Если Наталья Павловна торопится, мы переживем, что она выходит. Ну все. Продолжай. Давайте информационный повод обозначим. Начнем с того, что именно сегодня по сообщению пресс-службы городской администрации именно сегодня должен был решиться вопрос с Алекс Авто расторгать договор с этой компанией или не расторгать. Проблема в том, что 46 машин автобусов арестованы. Они не выходят на линию. И по данным, наконец, прошлой недели, вот те маршруты, которые отслуживает Алекс Авто, там сократилось количество машин до всего-то 37%. То есть менее половины. Чего менее половины? Выходит на линию? Да. Ну да. Причем об этом сообщает служба судебных приставов. Они сообщили, что арестовано 46 машин. Это автобусы, которые обслуживали маршруты номер 2, 5, 9, 16, 19, 26, 46, 68, 74, 86. Причем вы обратили внимание, что здесь есть очень много маршрутов, где автобусов и так, собственно говоря, никогда не хватало. Это Нововятск, центр города, да? Нововятск, Ганино. Ну, в Ганино никогда не были переполнены автобусы, собственно говоря. Но выезжать оттуда, собственно говоря, не на чем. Мне рассказывали, что, допустим, в чистых прудах на днях скопилось на остановке порядка сотни человек, потому что не могли выехать. А это очень далеко. Пешком ты не дойдешь. А давайте сейчас обратимся к нашим слушателям, чтобы понять, что происходит. Потому что для меня неясна пока ситуация. Это действительно коллапс, это действительно какая-то катастрофа. Расскажите о том, что происходит. Вы столкнулись уже с этой проблемой 708-502? 708-502. Если вам довелось постоять, померзнуть, помокнуть и так далее. Если довелось, звоните, рассказывайте о ситуации, чтобы мы предметно поняли, что это действительно очень тяжко. Нам режиссер показывает, что у нас... Да, у нас на связи начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств управления Федеральной службы судебных приставов по нашей области. Это Андрей Уткин. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, историю ареста 46 машин предприятия ООО «Алекс Авто». Я знаю, что эта история длится уже не первый год. И в прошлом году было произведено, арестовывали автомобили, потом затихло. В этом году снова. О какой сумме задолженности? По решению какого суда? Почему арестованы машины? Объясните мне, пожалуйста. Нам, пожалуйста. На сегодня на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении группы компании «Алекс Авто» на 10 миллионов в пользу банка. Плюс пришли еще исполнительные документы неимущественного характера, обеспечительные меры, где необходимо принять на сумму 27 миллионов. То есть 10 миллионов суммовой лист и 27 миллионов обеспечительной меры. Это огромная сумма. Скажите, пожалуйста, в судебных документах указан ли ответчик? Конечно, указан ответчик, должник. Это проходит «Алекс Авто» и группа компании, смежная с ними. То есть это просто предприятие, не владелец компании? Потому что очень многие СМИ сообщают о том, что владелец «Алекс Авто» господин Харюшин, он уже не один год говорит, что не имеет отношения к предприятиям группы компании «Алекс Авто». То есть есть просто компания без фамилий? Действительно. Во всех учительных документах проходят директорами другие лица. А не данные лица. То есть Александр Харюшин, вот в том отношении, когда он говорит, что это не его компания, он говорит правду. Да. Юридически все верно. Скажите, пожалуйста, арестовав 46 машин, я понимаю, что это уже по решению суда вы действуете. Скажите, пожалуйста, рассматривалась ли службой судебных приставов ситуация, что это значительное количество автобусов, которые фактически сняты с рейсов, и люди стоят на остановках, что-то дожидаются и не могут дождаться. Рассматривалась ли эта ситуация, или вы просто банальное исполнение решения суда? Да, я просто знаю, что приставы, как-то не очень давно был наложен на арест на, вот, знаете, предприятие... Нет, как же это назвать? Вот эта вот служба, которая собирает людей без определенного места жительства, людей, попавших в беду. Я знаю, там есть инвалиды. И вот вы должны были арестовать, и вот то бесценное положение людей, которых, в принципе, должны были вынести на улицу и оставить на носилках, потому что там есть обездвиженные люди, инвалиды. Такое впечатление произвело на службу судебных приставов, что она сама обратилась в суд, для того, чтобы отсрочить исполнение решения. Вот здесь как-то... Это из гуманных таких. Да, это гуманные позиции, такие именно у судебной приставы как бы проявились. Здесь рассматривается ли как-то, может быть, кто-то к вам обращался, что, ну, а как людям-то ехать? Ведь такое количество машин снято с рейсов. Ваш вопрос понятен. Однако в судебном листе указано арест произвести без права пользования должнику. То есть суд сам установил те рамки, которые должен работать пристав. И что касаемо вашего вопроса о выходе самим в суд, чтобы действительно данные автобусы выпустить на рейсы, была встреча, которую организовывало правительство Кировской области, где непосредственно разговаривали с обзыскателем банком и с должниками, чтобы прийти к какому-то компромиссу, прийти к каким-то мерам для того, чтобы банк отозвал исполненные документы, и они уже в добровольном порядке все закрыли задолженность перед банком. Однако навстречу банку никто не пошел. Данная встреча закончилась ничем, в связи с чем. И продолжили, возобновились исполнительные действия по наложению ареста на автобусе и передаче их банку. И большая часть автобусов, она не выходит на рейсы, потому что там арестовывались автобусы и без колес, и которые закрывались и в гаражах. То есть это не все автобусы, которые были сняты с рейсов. То есть не все, что вы сняли с рейсов, да? Да, то есть большая часть она была арестована в парке. Вы знаете, вот у меня сейчас возникла очень интересная мысль. Недаром же говорят, что количество автобусов, выходящих в рейс, не соответствует тому, что заявляют собственники вот этих вот автотранспортных предприятий. Действительно, вот если проверять... Много стоят в этих боксах, в гаражах. Да, стоят в боксах и на линии даже не собираются выходить. То есть, собственно говоря, давайте не будем говорить о том, что 46 машин сняли с улиц города. Конечно. Не соответствует, далеко не соответствует истине. Но с другой стороны, смотрите, 46 автобусов. Вы говорите, даже без колес. Я посмотрела, общая сумма 37 миллионов рублей. Вы знаете, 46 арестованных машин на 37 миллионов далеко не тянут. Там есть очень разбитый транспорт. И как бы... Этого же не хватит. Или эта сумма вполне достаточно, допустим, аренда транспорта? Это вопрос о дальнейших планах. Я говорю, может быть, вы еще что-то будете? Или это уже устраивает? На сегодня действительно ареста недостаточно для погашения задолженности перед изыскателем. Их сумма ареста на сегодня составляет порядка 8 миллионов. То есть, с учетом ареста всех уже 50 автобусов. А, подождите, то есть количество арестованных увеличилось машин? Да, до 50, да, поднялось. 50 автобусов. Да. А вообще, сколько компаний входит, вот, сколько фирмочек входит в группу компаний у Алекс Авто? Это 5 организаций. 5 организаций. И что-то так вот навскидку я представляю, что вообще можно все автобусы арестовать. Ну, у нас на рейсах, видите, участвуют не только от Алекс Авто, есть еще ряд других переводчиков. Поэтому их интересы не будут затронуты. Нет, это понятно. Я имею в виду. Но у других переводчиков транспорта. Транспорта, к которым к Алекс Авто относится. Транспорта поменьше. Ну, да, слушайте, смотрите, вы сказали 50 миллионов, реальная цифра, 8 миллионов рублей. Ну, то есть есть вариант, что пойдем пешком. Слушайте, я хожу пешком. Понятно. Да здравствует вы. Вот, ну что ж, у меня к вам еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а сам собственник предпринимает какие-то движения по освобождению? Может быть, кто-то приходил, говорил, ребят, вот мы оплатим, мы погасим. Было такое? Ни ко мне, ни к присталу не подходили люди с такими предложениями. А вот арестованные, пусть таки будут. При аресте, при аресте подходили люди, которые не имеют никакого отношения абсолютно к данной технике, не имеют отношения к должнику. Так. Высказывали свое негодование, на что их все заявления проигнорированы были. Ну, конечно же. А что за люди? Так как они не представлялись. Помощное производство и продолжалось помощное действие. Мы услышали некую интригу, услышали. Какие люди подходили? Кто это? Кем представлялись? Кем представлялись? Они, то есть, практически без представления. Ну, а вы просто говорили, ну-ка, отдайте нам нашим БТСАМ или отдайте им? Нет, потому что они не интересовались, на основании чего мы забираем эти автобусы. Вот и все. То есть, там никаких не было ни угроз, конечно же, ничего другого криминального не было. Просто, грубо говоря, как на уровне любопытствующих зевак, можно так сказать. Андрей Валерьевич, все-таки дальнейшая судьба этих арестованных автобусов. А, настоящая, пока это обеспечительная мера. То есть, в листе указан список автобусов, которыми необходимо обеспечить иск. Они переданы, и дальше идет разбирательство по остатку задолженностей. Когда будут предъявлять исполненный документ, исполненный лист суммовой, непосредственно уже автобусы пойдут на торги для дальнейшей реализации и погашения задолженности перед банком. Ясно, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, мы вас услышали. И напоминаем, что у нас на связи был Андрей Уткин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Вот у нас есть отклик от слушательницы Даши, написала, ждем 74-го маршрута по 40 минут, а в выходные по этому маршруту стал ходить автолайн. Но по картам там не возят. Автолайн-то газели? Да-да-да, это маршрутное такси. Ну, действительно, для кого-то 15 рублей это большие деньги, ну, для молодежи, наверное, пенсионеров, если особенно люди еще часто ездят. То есть это не решение проблемы автолайна. Давайте мы попробуем связаться еще с представителями вот этого бизнеса, давайте попробуем поговорить. Да, сейчас наши редакторы как раз-таки набирают. И вот, к сожалению, к нам никто не позвонил, к нам никто не позвонил из наших радиослушателей и не сказал, что вот, ну, кроме девушки, да, что по 40 минут стоят, ждут. И действительно, Нововятские автобусы, которые идут из Нововятской через центральный рынок, я просто слышу от своих соседей о том, как битком набиты эти автобусы, вот как сложно добираться, особенно по утрам. Вот, все очень тесно, очень много народу. Нам показывают, что у нас есть звонок. Да, есть звонок, мы дозвонились до Олега Туинаса, это директор «Беркут Авто», компания, которая обслуживает часть маршрутов «Алекс Авто». Олег Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы рады вас слышать. У нас к вам вопросы в связи вот с арестом 46 машин компании, группы компаний ООО «Алекс». Уже 50. Да, уже 50 на сегодняшний день. Да, только что приставы об этом сказали. Скажите, пожалуйста, что меняется в вашей работе? Потому что, насколько вам известно, у «Алекс Авто» вы берете в субаренду часть маршрутов. Как на вас отразилась ситуация? На мне ситуация эта отразилась крайне негативно, потому что, если раньше «Алекс Авто» перечисляла нам какие-то деньги за валидаторы, то сейчас мы не получаем ни копейки. И фактически транспорт работает на то, чтобы обслуживать долги «Алекс Авто». СМИ написали о том, что арестованы счета «Алекс Авто». Это верно? Да. И вот поэтому вы потеряли этот поток денежный. Ну, скажите, пожалуйста, вы сейчас сказали о том, что ваш транспорт работает бесплатно? Нет, он не бесплатно работает. То, что по валидаторам мы получали раньше, сейчас мы эти денежные средства не получаем. Мы получаем только от пассажиров, которые платят наличные деньги. По 15 рублей платят которые? По 15 рублей, да. А все остальное, студенты, по 12 рублей, по 11,50, по 8,50. Это все у нас изымает. Какой процент вы потеряли? Больше 30%. Более 30%? Треть. Слушайте, извините, на такие деньги невозможно существовать, тем более, что я знаю, видела документы. Учитывая ситуацию еще до этого, которая была. Да, тем более, что я видела документы, они, правда, были составлены не очень грамотно, но вполне весомо доказывалось, что действительно проезд на общественном транспорте стоит, мягко говоря, несколько дороже, чем мы все платим. То есть вы несете убытки, вы можете встать на грани закрытия. Я знаю, что вы вроде даже... Сегодня-завтра решается об этом вопрос, что если городская администрация не решит вопрос предприятиям «Алексавта», то мы не потому что такие плохие или что-то вымораживаем, а потому что мы просто не сможем реально обслуживать транспорт, поэтому мы встанем. А какие требования конкретно вы предъявляете администрации? В данной ситуации я считаю, что нам должны предоставить право обслуживания ряда маршрутов. Ну просто вот те, с которых сейчас сняты автомобили «Алексавта», то есть уже минуя вот это предприятие, группа компаний, вы просто говорите о том, что передайте нам наши маршруты для того, чтобы иметь ровно столько, сколько вы заработали. Я правильно понимаю ситуацию? Абсолютно правильно. Что городская администрация говорит по этому поводу? Я понимаю, что вы не сегодня заявили эти требования, не сегодня это прозвучало с вашей стороны. Лена, эти требования я предъявляю с 2009 года и предупреждал городскую и областную администрацию, что проведенная транспортная реформа, она приведет именно к такому результату. Вот мы сейчас имеем то, что имеем. Ответственность за это все, я считаю, полностью лежит на руководстве города и области тоже. Потому что я с этими вопросами обращался непосредственно к губернатору Никите Юрьевича Белых. Но он меня выслушал, минут, наверное, под 50 мы разговаривали. Он слушал внимательно, несколько раз сказал, что это не моя компетенция и полностью устранился от решения этой проблемы. И в результате проблема сейчас зашла в тупик. Олег Станиславович, скажите еще, пожалуйста, по нашим предположениям, сегодня до обеда как раз-таки должен был решен вопрос с Аликсавта, совещание там какое-то в администрации. Вам известно, было ли это мероприятие уже и что там принято? Или оно продолжается сейчас? Я разговаривал с Олегом Юрьевичем Чичебабиным. Он мне сказал, что до трех часов будет принято какое-то решение, и после трех он поставит в известность. Хорошо, ну скажите, пожалуйста, вот я, допустим, не вижу здесь какого-то выхода из создавшей ситуации. Я так понимаю, что 37 миллионов рублей, о которых сегодня заявили службы судебных приставов. И я понимаю, подозреваю, что это не последнее судебное решение о долгах, потому что, на мой взгляд, там долгов-то гораздо побольше будет. Просто собственник имел одно время некие преференции в одном известном у нас тут банке. Вот, он набрал кредитов. И я думаю, что я знаю, и вы знаете, о каком владельце мы сегодня говорим. И вот сейчас этот банк придерживается, видимо, жесткой позиции. Лена, если мы знаем, так можно и слушателям сказать, чего тут. Нет, но все дело в том, что, смотрите, я ведь задавала приставам вопросы. Они сказали, что ни в судебном решении, нигде не фигурирует фамилия Харюшина. Нигде не фигурирует эта фамилия. Есть люди, есть руководители предприятий, но фактически иск КОО «Алекс Авто». Поэтому, вы знаете, наши с вами выступления могут быть как минимум некорректными, потому что Харюшин твердо заявляет, что не имеет отношения к этим предприятиям. Хотя именно об этой ситуации мы и говорим. И я не вижу на сегодняшний день выхода. Допустим, если сегодня разговор идет о 37 миллионах рублей, что господин Чичибабин из правого кармана брюк достанет, из кошелька достанет 37 миллионов и передаст их для того, чтобы решить эту проблему. Так и нет. Вы понимаете, что это невозможно. Лена, а при чем тут Чичибабин и долги «Алекс Авто»? Вот в том-то и дело, что ни при чем. Погасить эти долги, вот смотрите, 46 машин, у нас буквально 30 секунд осталось, вот 46 машин убрали, 50 машин убрали. Вот смотрите, а в ваших силах и в силах прочих перевозчиков будет ли возможность обеспечить то же самое, если вам передадут уже, вот передадут не на правах аренды, субаренды, а вот просто передадут эти маршруты, и вы начнете работать, собственно говоря, зарабатывая то, что вам положено? Я отправил письмо в городскую администрацию, указал, что у меня сейчас работает 27 машин, в то же самое время я готов привлечь дополнительную технику и выпускать порядка 45 машин. Это то, что в моих силах, то, что я смогу реально сделать. Значит, 3-4 городских маршрута я смогу обслуживать самостоятельно. Итак, мы подводим итог, если к сегодняшнему дню... Еще секундочку, значит, у всех остальных перевозчиков кировских, у них весь транспорт уже распределен по маршрутам, так скажем, из свободной техники, она есть только у меня, больше нет. И то есть, подводя итог, правильно ли я вас поняла? Быстро их привлечь, это практически невозможно. Если сегодня к 15 часам будет решен вопрос о том, что вот эти маршруты, которые вы брали в субаренду у Алексавта, передадут вам на прямых, на законных основаниях, значит, город не встанет на остановках. Я правильно поняла ситуацию? Я думаю, что в первую очередь нужно будет закрыть социально значимые маршруты, где нет другого транспорта. Это такие, как 9-й, там 2-й, 16-й, 46-й. Тогда город не встанет. Ну, может быть, будет не так хорошо, как раньше. Не так часто, как раньше. Хотя и раньше-то было не очень часто. В 2009 году наша транспортная сеть была одной из лучших в стране. Ясно. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Мы напоминаем, да? Эту информацию вы слышали, да, мы от Олега Тойнас, это директор Беркута Авто, обслуживает часть маршрутов Алексавта, это компания. Но Олег Станиславович заверил, что если администрация сегодня примет решение о передаче ему автобусных маршрутов, коллапсов в городе не будет. На этом мы уходим на перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот», не так много времени остается. Да, и мы благодарим нашего спонсора «Система Глобус» за то, что мы с вами в эфире. Говорим мы о ситуации с общественным транспортом, а ситуация очень-очень даже непростая. Вот сегодня, как мы узнали от Олега Тойнаса, ближе к трем часам должна какая-то определенность появиться. Да, и связано все это с тем, что уже 50 машин, 50 автобусов арестованы службой судебный пристав за долги, которые насчитывают 37 миллионов рублей. Компания ООО «Алексавто», в которую входит 5 предприятий. В общем, общая сумма задолженности порядка 37 миллионов. Ну что ж, деньги-то совершенно бешеные, я не знаю, как они их могут отбить. То есть для меня, я не очень разбираюсь в специфике обслуживания и зарабатывания средств, но 37 миллионов, мне кажется, это очень много. Да, но по словам Андрея Уткина, представителя службы судебных приставов, вот эти 50 арестованных машин, они тянут всего лишь на сумму 8 миллионов. 8 миллионов рублей, то есть есть вариант, что будет что-то еще арестовано, будет что-то еще арестовано, и не знаю, есть ли у «Алексавто» еще что арестовать. Ну что ж, давайте у нас, есть звонок. Есть звонок, у нас на связи сейчас Александр Харюшин, экс-руководитель Левятского транспортного союза, депутат областного законсобрания. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как экс-руководитель Левятского транспортного союза, как человек, поправьте меня, если я ошибаюсь, некогда имевший отношение к ООО «Алексавто»? Набранный вами номер недоступен. Так. Так. Не получилось. Не получилось. Вот. Ну что ж, давайте... Наш редактор еще попробует, конечно же. Значит, вот смотрите, вот смотрите ситуация, да, 50 автобусов сегодня на улице города уже не хватает, да, но мы узнали, что там есть машины без колес, машины, которые были в гаражах. Ну, то есть давайте остановимся на цифре, там, допустим, 35-40 машин, да. Но мне кажется, что для создания уже многих проблем у людей, которые торопятся на работу по своим личным делам и так далее, это много. Мне кажется, что это много. К сожалению, вот надо было у Олега Туйнаса спросить, вообще сколько машин выходит на маршруты? Вообще сколько? Вообще в городе? Сколько вот машин, и уже из этого понять 40%, вернее, 40 машин, это много или мало? Это как? Мне тоже кажется, что это достаточно ощутимая цифра. Это ощутимая цифра. Для нашего полумиллионного города. Ну что ж, у нас... Спасибо редактору. Удалось возобновить связь. Александр Харюшин у нас на связи. Александр Геннадьевич. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Вопрос к вам, да, здравствуйте, еще раз. Вот как экс-руководитель Левятского транспортного союза и человек, который непосредственно раньше имел отношение к Олексавто. Скажите, пожалуйста, вот в вашей жизни есть какие-то перспективы? Можно что-то изменить в лучшую сторону? Судебные приставы назвали гигантскую сумму. Сложно представить, что возможность... Как вы думаете, что происходит? В общем, ваша оценка ситуации. Ваша оценка ситуации. Так ситуация-то какой? Городской, Александр, какой ситуации? Вопрос не понял. Пожалуйста, в городе. Мы так почитали. Сегодня приставы сказали, что 50 машин уже арестованы. Значит, хочу сказать, что ситуация-то уже назревала несколько лет назад. Да, несколько лет назад. Об этом знали все. Скажу, что у нас в ПТП, значит, за 12-й год задолженность тоже в пределах 80 миллионов. И об этом все знают. И когда начали арестовывать имущество Олексавто, то город не надо было дожидаясь, чтобы люди пешком ходили из одного микрорайона, из другого. А сразу разделить из ПТП, из других перевозчиков и дать возможность пассажирам работать. Пусть не по 5, а по 10 минут стоять, увеличить назвалы, но надо было рассоединить весь город. Ведь город и так опять ничего не принял мер. И у нас некоторые, как сказать, микрорайоны стали ходить пешком. Ну, то есть то, о чем сказал Олег Туйнас, да, это директор Беркут-Авто. Вот он говорит по перераспределению теперь маршрутов. Конечно, конечно. Вот это и надо было делать. Почему городская? Не дожидать, потому что тропнет приятие, гибнет или другое. Я скажу, что ситуация в Союзе, вот когда мы закрывали Союз, его закрыли только потому, что у перевозчиков нет денег платить даже членские взносы. Так вот, ситуация просто как пузырь назрела, и Алексавта это первая, потом пойдут остальные. Вы можете смело позвонить по всем перевозчикам. У всех точно такая же ситуация, просто через квартал, через рукой пойдут и другие предприятия. В других банках будут разливать такая же вещь. А у них нет, у частных перевозчиков, такой богатой жилки, как у БТП, которая администрация в убыточное предприятие выделяет деньги бесконечно. Ну, мы говорили о том, что автобусы им новые закупаются, оплачивается очень много. Это, в принципе, спорная ситуация. То, что выделяется на всех, дается только муниципальному предприятию. Все правильно. Правильно, мы об этом говорили с вами. Ну, то есть, скажите, пожалуйста, а почему администрация таким образом себя ведет? Потому что у меня возникает только один возможный ответ. Видимо, вот те маршруты, которые оголились в связи с арестом 50 автобусов, они планировали также передать для себя, то есть самые хлебные, самые выгодные. Точно так же забрать себе или иная ситуация? Объясните. Комментировать администрацию я не могу, но мы увидим. Сейчас с Александром, возможно, родственница сегодня-завтра договор, но переданы будут маршруты только в БТП. Я не вижу другой организации. Хотя директор Александрович говорил, что выходили люди, хотят заключать другие. Ну, не могу судить, я уже сейчас не руковожу и немножко отстанен. То есть, в будущее я уже не знаю, что будет. Но то, что вы сейчас говорите, я считаю, что все так оно и есть. Одну минутку, у меня еще есть вопрос. Занимаясь этой темой, уже действительно сказали, эта проблема возникла не сегодня, ей уже несколько лет. У меня к вам вопрос. Насколько я понимаю, транспорт, который находится в муниципальном предприятии, по-моему, он уже весь распределен. И сегодня не закупить 50 автобусов, не доставить, не выпустить на маршруты. Либо, значит, загаляются другие какие-то маршруты, либо еще что-то. Я так понимаю, что Туйнас говорил именно о том, что в других предприятиях, имея в виду ИПТП, нет лишнего транспорта. Резерва никакого не существует. Я вам скажу, что не только что нет резерва. Дело в том, что, посмотрите, городской выпуск, он в среднем 80%. Но, чтобы не было у нас сильного ажиотажа и коллапса, распределив маршрутную сеть, вот пусть 70-65%, но хотя бы не будет голых маршрутов. А по идее, чтобы сейчас заменить Алексавта, надо, ну, просто бешеные денежки. Надо, да. Во-первых, надо могучего логиста для начала, для того, чтобы распределить по загаленным маршрутам имеющийся транспорт, перестроить всю схему. Это же, извините, одним днем не делается. Это логистика, там как бы это серьезно все. Да, и закупить тоже невозможно. Ну что ж, спасибо. Спасибо, мы услышали. Спасибо. Александр Харюшин, экс-руководитель Левятского транспортного союза. Спасибо, что были с нами на связи. Ну что, давайте слегка подведем итог и скажем, что плачевно достаточно ситуация. Плачевно, тревожно. Сообщение в Твиттере от Александра. 46-й после ареста стал ходить чаще, чем раньше. Из Новятска на 46-м выехать с утра только на одной ноге и сразу в 25-30 минут. Вот так вот. Странно. Не, ну, с другой стороны, радует. Обидно за другие маршруты. Где-то, значит, вот, где-то, значит... Где-то все-таки убыло. Где-то убыло. Потому что, да, закон сохранения. Нет, мне кажется, в любом случае наша городская администрация, да, действительно принимает активное участие в решении этой проблемы. Уж как активно принимает. Но почему-то на связь с нами не выходит. Не выходит, да. Ну что ж, давайте мы сейчас будем говорить уже всем до свидания, потому что время эфирное наше истекает. Но, увы, мы сегодня так и не получили ответа на вопрос, что же будет на наших улицах. Будет ли достаточно транспорта или не будет. Общественного транспорта. Мы имеем в виду, да. Что личного транспорта предостаточно. Мы имеем в виду автобусы. Но самое главное, мы получили четкое уверение. Сегодня к 15 часам городская администрация примет решение. И надеюсь, что завтра движение на наших улицах уже будет стабилизировано. До свидания. На этом все. Елена Арчинникова, Владимир Сметанин. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова